В общем, очень маленькая вероятность попадания в свою цветовую гамму. Вот на мой взгляд, он очень быстро теряет внешний вид, буквально 2-3 стирки. Об этом тоже не стоит забывать. Закутаться вот таким образом в махровый, непонятный, бесформенный, растянутый халат, ну честно, вы заколебетесь просто 30 раз в день все это закатывать. Всем привет! С вами Эльвира Воробьева и рада вас видеть на своем канале. Сегодня мы с вами обсудим топ-5 ошибок при выборе домашнего халатика. Первое это ткань. Очень важно понимать, для какого случая мне нужен этот халат. Кружевной для одних случаев, шелковый для других, хлопковый совершенно для третьих. И обязательно нужно понимать при этом, как это изделие будет себя вести после стирки. Вот я категорически не приемлю хлопковой халатой. Некоторые говорят, ну у нас прохладно, у нас там, я не знаю, невозможно холодно и так далее. На мой взгляд, проще купить обогреватель на 2-3 недели, пока вам не включат отопление. Чем вот закутаться вот таким образом в махровый, непонятный, бесформенный, растянутый халат. И там высунуть один носик, чтобы было тепло. Поэтому, на мой взгляд, проще купить действительно обогреватель и красивый, роскошный домашний вариант халатика. Например, шелк или, не знаю, какой-то кружевной вариант. Либо сетка с кружевом. Ну так вот, необходимо помнить, для каких целей вы все-таки это берете. И по поводу хлопка. Вот на мой взгляд, он очень быстро теряет внешний вид, буквально 2-3 стирки. Об этом тоже не стоит забывать. Отдельно хотела бы сказать под такой вид ткани, как мадал. Мадал, бамбук, примерно на ощупь и по свойствам они одинаковые. Но, на мой взгляд, первый минус этих материалов тем, что он настолько тонкий и настолько облизывает все особенности вашей фигуры. Прямо настолько все, что это зачастую выглядит, ну, мягко сказать, не очень. При этом, то есть все изгибы вашего тела, если есть животик небольшой, оно все это подчеркнет. И при этом, если вы садитесь, ну, естественно, вы садитесь, да, в этих местах очень активно растягиваются изделия. И на мой взгляд, вот как оно от крахмаляное, от утюжиное, на вешалке смотрится идеально. Вот настолько же оно, на мой взгляд, отвратительно потом после 2-3 стирок. Я бы обязательно рекомендовала при выборе любого вида ткани обязательно соблюдать технологию стирки. Потому что даже тот же хлопок, ну, можно просто деликатно стирая вручную, сохранить как можно дольше. Но если уж вы действительно предпочитаете хлопок. Вторая ошибка, которую очень часто вижу при выборе домашних изделий в рознице, это то, что покупатели, насмотревшись инстаграм и журналов, спрашивают длину изделия очень длинную. Например, это очень красиво, я согласна, к примеру, иметь длинный в пол халат, иметь длинный рукав. Да, это смотрится очень красиво, но в быту это просто неприемлемо и крайне неудобно. Что я имею в виду? Длинный манжет. Я, допустим, умываюсь, чищу зубы, умываю лицо. Вот этот манжет, он всегда будет мокрый. Некоторые говорят, я закатаю. На самом деле, все это быстро будет раскатываться. Потому что, если, к примеру, это шелковая текстура, атласная, оно быстро будет скользить. Если это мадал, то же самое. Если это хлопок. Но, честно, вы заколебетесь просто 30 раз в день все это закатывать. И настолько эстетическая красота, которую вы все равно будете постоянно закатывать, она, на мой взгляд, только будет вам вредить. То же самое касается длины изделия. Некоторые думают, сейчас я пойду по дому как королева. Но абсолютно неудобно. Просто даже ходить. Вспомните, если у вас была юбка, например, длинная. Вы когда идете, между ног все это лишняя ткань, она вся закручивается, заматывается. Вы постоянно это вытаскиваете. Если вы садитесь на диван, нужно из-под себя постоянно вот эти полотна ткани вытягивать, доставать. Если вы пытаетесь по дому прибраться, это вообще unreal. Поэтому, на мой взгляд, это все только красиво, только на картинке. В быту это абсолютно неприемлемо. Ну, если вы только не ходите дома как по подиуму и абсолютно ничем не занимаетесь, и готовят, и убирают у вас какая-нибудь домработница. Третья ошибка – это цвет изделия. Что я имею в виду? Некоторые берут, видят изделие на витрине и берут изделие без примерки. Очень маленькая вероятность попадания в свою цветовую гамму. То, что мне нравится, это не означает, что это идеально сядет на мой цветотип. Поэтому обязательно нужно мерить изделие и, естественно, мерить несколько вариантов. Когда вы померите несколько вариантов по цвету, вы сможете с большей вероятностью попасть в свой цветотип и безошибочно сказать, да, вот этот вариант мне идет идеальнее всех. Девочки, не забывайте, что один и тот же цвет, например, синий, изумрудный, он может иметь теплые подоттенки, холодные. Поэтому это тоже нужно учитывать. То есть нельзя так однозначно сказать, вот этот синий мне подойдет точно. Или, ой, возьми там мне фиолетовый, он точно мне хорошо сядет. Оттенки бывают разные, поэтому это тоже необходимо учитывать, опять-таки, понимая, какой у вас цветотип. Все эти пункты и определяют ваш цветотип. Четвертое, на что стоит обратить внимание, это способ застегивания изделия. Бывают какие варианты? Например, на запахе. Этот вариант называется кимоно. Сейчас вы видите его на экране. Вариант есть на замочке. И третий вариант это на пуговичках. Обязательно обращайте внимание, что для вас будет удобнее. Кому-то удобнее запахнуться с утра и пойти. Я, например, люблю, надев сорочку, просто накинуть на себя халат, не делая вот эти вот все действия, и вот этого тысячи пуговичек не застегивая. Просто накинув на себя изделие, пройти до ванны. Чем хороший, допустим, халат на замочке? Он удобен, когда вы, в принципе, не надеваете под это изделие еще какую-то дополнительную сорочку. Просто надеваете его как вариант такой домашней одежды. То есть просто надеваете его на голое тело, либо на белье. Ну, естественно, на белье. Что касается пуговичек. Я вообще человек такой, знаете, который и за практичность, и за эстетичность. На мой взгляд, пуговицы в большинстве случаев отшивают либо на хлопки, либо на модали. Соответственно, минус какой? Вы когда садитесь, в месте натяжения, вот эти вот петельки, это все растягивается, ткань деформируется. И выглядит это, мягко сказать, ну вообще никак. Поэтому, на мой взгляд, ну и потом застегивать это с утра по 10 пуговиц, наверное, мало кому приятно. И потом, опять-таки, вследствие эксплуатации, носки, там, не знаю, сели в стали, все вот эти вот вещи, они все быстро деформируются. Поэтому, на мой взгляд, лучше брать либо на запахе вариант изделия, ну или крайний случай это на замочке. Когда у вас нагрузка при посадке равно распределяется по всей длине, соответственно, вот этого дикого растяжения, раскрытия в ненужных местах, оно не будет создаваться. Пятая ошибка, которая очень сильно влияет, мне кажется, на эстетическую составляющую, это наличие карманов. И именно их наличие, а не отсутствие. Мы берем изделие, домашнюю одежду, и очень радуемся, когда в нем есть карманы. Ну это, так скажем, палка двух концов. Что я имею в виду? Вроде удобно носить с собой телефон, либо у меня у самой двое детей, да, там что-то собираешь, постоянно все это засовываешь, запихиваешь. В итоге из-за этого халата прекрасного, красивого, из твоего образа домашнего, интересного и такого, ну не знаю, привлекательного, получается какая-то непонятная бесформенная вещь с растянутыми пуговицами, с набитыми карманами. Ну в общем, как это будет выглядеть в итоге, я думаю, вы все представляете. Поэтому, на мой взгляд, в принципе, лучше брать изделие без карманов, и поэтому не будет такого соблазна в них что-то засунуть, запихнуть, да, и вот все вот это вот действие в итоге, чтобы не создавалось. Спасибо.